На неделе стало известно, что Казахстан подписал с Газпромом дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Пресс-служба российской компании опубликовала милое фото, где улыбающийся первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр жмет руку улыбающемуся в ответ главе Газпрома Алексею Миллеру. В конце прошлого года стало известно, что Россия обсуждает с Казахстаном и Узбекистаном создание газового союза как для поставок газа между странами, так и для экспорта. В том числе Китай. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что три государства с советских времен имеют фактически единую газотранспортную систему. Но уже после пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Жильдибай уточнил, что речь шла о создании Тройственного газового союза с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. И теперь, по всей видимости, скелет все-таки обрастает мясом. Но так все-таки быть газовому союзу или нет? Газета «Узбекистан» приоткрыла завесу переговоров. Вопрос обсуждался о России в формате двусторонних встреч с Казахстаном и Узбекистаном. В первом варианте предполагалось, что российский газ будет поставляться через Казахстан по трубопроводу «Центральная Азия-Центр» в Узбекистан. Но, видимо, потом что-то пошло не так. Российская сторона попросила передать «Газпрому» управление газовыми системами Казахстана и Узбекистана по рыночной стоимости. И по информации узбекских СМИ, казахстанская компания «Казахгаз» отвергла эти предложения. Помимо этого, Россия предложила Узбекистану уступить права на экспорт газа в Китай. То есть «Газпром» захотел стать стороной соглашения вместо узбекской компании «Узгазтрейд». В итоге, в ходе длительных переговоров Узбекистан также отклонил оба условия, предложенных Россией. И, как пишут СМИ Узбекистана, многие эксперты в стране сомневаются, что газовый союз будет создан. А что думают в Казахстане? Как оказалось, на самом высшем уровне пока ничего не думают. Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию Тройственного газового союза не получали. Соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать. Но сейчас проходят двусторонние переговоры с Россией по сотрудничеству в сфере обеспечения газом. Ожидаем очередного раунда переговоров с «Газпромом». Будем работать в двустороннем формате. Редактор субтитров А.Семкин